Друзья, привет! С вами я Михаил Шилов, автор проекта корректура.ру. И сегодня вот о чем. Очень распространенный момент, когда люди, захотев изменить себя, начинают использовать какой-нибудь отдельный рычаг. Ну, в лучшем случае два. Для того, чтобы добиться перемен. Какие это рычаги? Ну, спортом начинают заниматься. То есть, надо начать бегать, сжигать жиры, как они говорят. Ну и особо продвинутые. Понимаю, что еще и без диеты это сделать тоже нельзя. То есть, надо еще и правильно питаться. Во-первых, поменьше. Во-вторых, правильно. Ну и думают, что на этом, в общем-то, все. Может быть, на начальном этапе это как-то сработает, но чаще всего не сработает так, как надо. Я поясню. Дело вот в чем. Если человек заболевает каким-то заболеванием, продолжим тангин у него, у него при там температура. И вот ему прежде всего доставляет неудовольствие вот эта температура и интоксикация головой, которая вызывает головную боль. Ну, что принимать? Он аспирин принимается. То есть, жаропонижающие и тонологизирующие средства. В итоге ему становится лучше. И он типа вылечился? Нет. Вы знаете, что не улечился? Это чисто симптоматическая тема. То есть, самого лечения это не произошло. Вот то же самое происходит, когда человек начинает заниматься спортом и даже правильно питаться. Он принимает симптоматически с препарат, который влияет мне не то, что там патогенетически, который влияет, безусловно, но не в полной мере. И поэтому эффект, который достигается, очень часто бывает недолгосрочным. Стоит что-нибудь упустить где-нибудь и все. И там откат начинается назад. Поэтому очень трудно поддерживать, достигнутый результат. Вот. И, собственно говоря, люди скатываются очень часто назад. И возникает вот такая самая проблема, что долго достигается результат, а потом результат очень быстро теряется. И это, на самом деле, очень и очень плохо. Люди там отчаиваются, понимают, что это только для профессионалов, это все и все такое прочее. А самом деле, все довольно просто. Нужно добиться глубоких перемен, как патогенетических, так и на уровне анастетологии. Как ангину надо лечить антибиотиками, чтобы убить бактерии, которые вызывают ее. Так и человек, который занимается корректировкой себя, работая над собой, должен изменить свой обмен веществ. И физические на тренировки. И правильное питание – это лишь два рычага, мощных очень, которые заметно влияют, но которые не действуют вообще постоянно. То есть, если вы закончите над собой работать в какой-то момент или что-нибудь, какую-то поблажку сам сделайте себе там, где не надо, будет откат, и эта работа уже не будет. Так вот, самое главное – это симптоматика. А симптоматика заключается, ну, не симптоматика, а этиология. А этиология заключается в обмене веществ. Изменить нужно обмен веществ, прежде всего. И вот, то есть, базальный обмен веществ надо так изменить, чтобы не накапливались лишние жиры, чтобы усваивалось то, что нужно, чтобы переваривалось и усваивались все белки, которые необходимы, аминокислоты. И чтобы сгорали жиры, и чтобы углеводы в жиры не переводились, а шли лишь на энергетические функции. И вот здесь важно понимать, что без других рычагов обойтись будет очень тяжело. А что это за рычаги? А это вещи, которые ответственны за здоровье, как таковое, вообще. Да? Что это такое? Это, во-первых, здоровый опорно-двигательный аппарат, потому что заниматься правильно физической подготовкой, без правильно функционирующего опорно-двигательного аппарата невозможно. Второе – это рефлексогенная тема. То есть, у вас должны активизированы быть в должной степени все органы и системы для того, чтобы правильно и сильно работать, чтобы обеспечивать рычаги, которыми вы будете воздействовать. Это именно физические нагрузки и питание. Если органы пищеварения и внутренние органы в должной степени не дадут энергетику правильно, не будут правильно функционировать, не будут здоровы, вы не сможете адекватно, сильно, хорошо и качественно заниматься, меняя себя. Да? Про продвигательный причем системы сказал – тоже важно. Если вы кривой, там больной позвоночник, как можно вообще заниматься физическими упражнениями? Они только во вред пойдут, они будут саморазрушающие. Сначала надо все скорректировать так, как надо, правильно, в опорно-двигательной системе, а потом уже начать ей работать. Инструмент, прежде чем им пользоваться, должен быть приготовлен в рабочем состоянии, он должен быть. То есть, нож, чтобы ездить, должен быть заточен. Если он не заточен, будьте фигней страдать. Пила разведена должна быть. Вот это важно. Тогда можно будет работать. Дыхание – это основополагающий фактор. Дыхание дает энергетику. То есть, окислительные процессы все, которые есть, они ведут. Если нет кислорода, никакой двигательной активности быть вообще не может. Вообще, жизнедеятельности не может быть как таковой. Не будут окисляться продукты недоокисленные, энергетики не будет. Потому что откуда она берется? От сгорания. Мы сами являемся двигателем внутреннего сгорания. Ну, это так, условно говоря. Это кавычка, конечно. То есть, если кислорода нет, обменные процессы не пойдут, активности не будет. Все. Попробуйте не дышать. Ну, и в общем-то, все понятно. Так вот, дышать эффективно нужно. Нужно снабжать кислородом все ткани и все органы системы. Видите, как мышечные ткани, которые будут физически задействованы в активности, так и все органы системы, на которые мы воздействуем, когда занимаемся рефлексогенной рефлексогенной активацией всех органов и систем. Понимаете, вот это вот все важно. То есть, вот с этого надо начинать. Не с физической нагрузки. Хотя можно делать все параллельно, безусловно. Но не краеугольным камнем в начале пути является питание и спортивные тренировки. Не они. То есть, они должны присутствовать, может быть, даже с первого дня. Но самое важное – это начать заниматься, работать над собой в плане здорового образа жизни. Вот тогда результаты, которых вы добьетесь, будут действительно стабильные, постоянные, хорошие и качественные. От того, чего вы будете добиваться, будет добиваться правильно. И вам это будет приносить удовольствие. Вы не будете натрустовать, ну как утомляться не будете в смысле. Вам будет заниматься приятно. В отличие от тех людей, которые вымучивают себя, страдают на тренировках, добиваются каких-то краткосрочных результатов, а потом выходит срыв и в откат. И ничего у них не получается. Некоторые даже и не добиваются результатов. Ну а о том, как этого достигать, что такое рефлексогенная тренировка. Что такое правильное дыхание, которое нужно для того, чтобы активизировать все органы и системы. Это не те дыхания, которые там йога, цигун, там нет, это несколько не то. Вы можете узнать у меня. Вот. Поэтому обязательно пишите, пишите, значит, на адрес, который под этим видео, пишите свои ответы в аннотации, вопросы. И будем эту тему разбирать. Но в рамках проекта корректуры эти вопросы будут освещаться. Безусловно. Будут материалы в огромном количестве. Бесплатные они и есть уже. И будут какие-то материалы, собранные и скомпилированные. И мои методики, которые позволяют жить полноценной абсолютно жизнью. Кушать все, что вам хочется. Вот конфеты, тарт, это вчера ел мороженое, конфеты и все. Все. Понимаете, я могу, если вы позволите, я не меняюсь на протяжении уже нескольких лет. И мою физическую форму вы, собственно говоря, можете видеть сейчас. Вот так это происходит, собственно говоря. Так что я знаю, как это сделать. Могу и вас научить, если вы захотите. Ну ладно, всем пока. Я на тренировку. Продолжение следует...